Лагерь дневного пребывания военно-патриотической направленности курсант подвел итоги смены. Своеобразным экзаменом для ребят, проверкой полученных ими знаний и умений стал открытый урок. Первым испытанием для курсантов стала погода. Ветер и дождь, уверенные организаторы, ребятам не помеха. Это наши ребята, они должны быть готовы ко всему. Лагерь военно-патриотический предполагает проведение мероприятий в любую погоду. Даже если мы пошли сами в поход, дождь бы нам тоже не помешал. Поэтому желаем всем удачи. Думаю, что сегодня сильнейшая команда, самая умная и кто лучше всех занимался в рамках лагеря. Сначала ребята прослушали мини-лекцию по правилам оказания первой помощи от сотрудника МЧС. Самое простое, элементарное, если где-то вы что-то порезали, несложное что-то, для этого есть перекись водорода, бинт и вата. Накладывать повязки, значит, это, наверное, у вас уже вам показывали, как учили. Вот. Там, если на руку, на ногу, значит, там смазываете йодом, обрабатываете перекись водородом, смазываете йодом и накладываете бинтовую повязочку. Информация для курсантов не новая. Что делать при ожогах и переломах, ребята уже знают. Проходили. Следующий пункт открытого урока – сборка палатки. Тоже пройденный материал. Но на этот раз нужно собрать ее как можно быстрее. Команда, первой соорудившей убежище, победит. Однако спешка делу не всегда идет на пользу. Ставляй. Давай, ты продвигай. Давай, двигай. Давай, давай, скорее, скорее. Только не порывайте пальмить. Я, конечно, мне не застану. Подвигай ее там. Ну, пап, мы сейчас не так про это сделаем. Там счет нашла бычь. Там внизу. Да, да, назад, назад двигаем, назад. В качестве финального теста воспитанникам лагеря предстоит соревнование по спортивному ориентированию. Но, как признаются сами курсанты, после пройденной смены это испытание не вызовет особого затруднения. Главное – вспомнить все, чему их учили в течение последнего месяца.